Я хочу поприветствовать всех наших братьев и сестер, те, кто подключился к нашей трансляции через веб-радио Монаим или через Ютуб, нашим посетителям. Мир Божий всем вам! Мы встанем на колени и возовем о крови Иисуса, начиная наше богослужение. Мы взываем Господь о силе крови Иисуса и просим благословения особое для этого богослужения, для этого момента, чтобы ты мог действовать в каждом доме, в каждой семье, все те, кто участвует. Мы молимся во имя Господа Иисуса. Аминь. Присаживайтесь. Давайте послушаем хвалу и споем, кто знает. Мой Бог, Отец мой, взываю я к Тебе, Господь мой, о крови Иисуса. Дай мне общение и мир. Бог мой, Отец мой, взываю я к Тебе, Господь мой, о крови Иисуса. Дай мне общение и мир. Дай мне общение и мир. Слава Господу! Это радость для нас, Господь, быть в присутствии Господнем. Сейчас мы помолимся. Брат встанет и помолится в этот момент. Господь и Бог, мы взываем о силе крови Иисуса Христа и просим у Тебя благословения для пожилых в работе Твоей, в церкви Твоей. Те, кто болеет, кто имеет хронические заболевания, те, кто из группы риска. Господь, мы вспоминаем также о тех, кто в здравоохранении работает, врачи, медсестры, те, кто помогают им, те, кто перевозят людей, те, которые убираются в госпиталях, в городах. Господь, смилуйся, защити их от этой болезни, дай им безопасность, Господь. Защити также и полицию, Господь, все тех, кто заботится о нас, начальство и власти. Сохрани их семьи, защити их от заражения, храни дома их, а крови Иисуса мы взываем во имя Иисуса. Аминь. Теперь мы послушаем псалом, который дети споют. Все вместе можете петь. Дети будут петь вместе с нами, взрослые. Вы можете присоединяться. Маранафа. Маранафа. Вскоре Господь придет. Маранафа. Маранафа. Вскоре Господь придет. Я взойду, ибо я услышу трубный зов. И на облаках я встречусь с Иисусом. Пробудись, церковь. Мы взойдем, ибо место твое не здесь. Ибо вскоре придет Иисус. Маранафа. Маранафа. Вскоре Иисус придет. Маранафа. Маранафа. Вскоре Иисус придет. И я взойду, ибо услышу трубный зов. И на облаках небесных я встречусь с Иисусом. Церковь, пробудись. Мы взойдем, ибо место твое не здесь. Ибо вскоре придет Иисус. Пробудись, церковь. Мы взойдем, ибо место твое не здесь. Потому что вскоре Иисус придет. Мы сейчас откроем наши Библии, Священное Писание, и зачитаем текст в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Это очень знакомый текст такой. В последний же день, великий день праздника, стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Возлюбленные братья и сестры. Это очень знакомый всем текст, да? Очень много людей проповедуют на этот текст. Но давайте мы постараемся понять момент, в который пророческое христианство, оно пророческое, да? Евангелие, оно пророческое. Все обращено на один и тот же проект спасения, потому что Евангелие – это пророческий проект спасения. Иисус уже был в заключительной части своего служения. Он был евреем, да? Он был иудеем, он знал, как религия функционирует. У Израиля были праздники. И один из самых важных праздников, это был, это последний праздник в году, это был праздник Кущи или праздник Скиний. Иудеи праздновали, строя палатки, да, вспоминая все то, что произошло с Израилем во время пилигринации по пустыне, когда они вышли из Египта и в палатках жили в пустыне. Разбирали, собирали палатки, переходили с одного места в другое. И в этом празднике они вспоминали все то, что Бог совершил, как Бог вывел их рукой укрепку, как Бог действовал среди них, чудеса, которые Бог совершал. Это все было напоминание для них. Они праздновали, они спали там. Мы вдаваться не будем в подробности. Ученики говорят Иисусу, мы пойдем на праздник. Иисус говорит, можете пойти, я попозже приду. И так Иисус в последний день праздника, Он смотрит на все это множество народа, все то, что они там совершали, то, что священники совершали, все вот эти происшествия, во что вовлечена была толпа. И Он смотрит на эту толпу и говорит, если у кого есть жажда, придите ко Мне и пейте. Было бы странно, да, как бы вообще, что это означает? Кто-то мог бы сказать, что за слова какие-то оторванные, непонятные? Он что, философ какой-то этот человек? Иисус говорит к человеку в его самой важной нужде, нужде души. И в тот момент народ, который был там вовлечен и в свои традиции религиозные, религиозные концепты, вспоминая то, что Бог делал когда-то, но больше не делал в это время. Они уже жили 400 лет до молчания пророков, когда Бог не открывал себя, не говорил. Межбиблейский период, когда не было пророческого служения. Они жили просто традициями и скучали о том, что Бог когда-то говорил с предками, с отцами, и больше не делал. И так Он увидел в народе это желание, которого они сами не постигали. И здесь Иисус, Он говорит, что это была жажда их души, они чего-то жаждали. Интересно, что в тот период философы греческие уже говорили, да, о вот этой вот, как, вот эта вот горечь, да, в душе, как, вот, или жажда души, да. Как можно утолить жажду души? Как напоить душу? Это что-то внутреннее. Как вообще с этим обращаться? Иисус говорит, если кто-то жаждет, приди ко мне и пей. Потому что пророчески Он говорил следующее. Вода, в которой нуждается твоя душа, которая может утолить жажду твоей души, только Я могу дать. Потому что Я источник воды живой. И так, Там Он рассказывает им пророчески тайну, которая дошла до нашего дня. Мы сегодня живем в мире, который в такой же ситуации находится. У людей свои-то религиозные традиции. Давайте просто взглянем на христианство, да. Христианство, то, в котором люди живут своими праздниками, традициями. Некоторые вспоминают то, что было раньше. Некоторые даже читают Библию. Вовлечено в определенный период года. Они какие-то празднества устраивают в честь Иисуса Христа. Но душа не получает удовлетворения. Почему? Это очень просто. То, что нам нужно понять, что Евангелие, истинная Евангелие, да, пророк Захарий еще об этом говорил. Есть два вида христианства сегодня. Видно это. Что это за два вида христианства? Одно христианство, это историческое. Мы много говорим об этом. Есть христианство историческое, то, которое дошло до смерти Иисуса. Иисус умер. И они рассказывают только истории об Иисусе. Есть другое христианство, от воскресшего Христа и до далее. Это христианство воскресшего Христа, говорящего Христа. Это не историческое, это пророческое христианство. В чем разница? Разница, что в христианстве историческом Иисус мертв. О христианстве пророческом. Иисус жив до сего дня. И как можно это понять? Неужели мир сегодня принимает это? Таким образом мир сегодня понимает? Да, да. Посмотрите. Когда я учился в институте, я начал говорить, что Господь, как меня наставил, я начал своим коллегам в институте говорить об Иисусе, о спасении, о пришествии Иисуса. Потому что большинство из них, из моих коллег, они между собой начали говорить, что мне к психиатру надо, что у меня крыша поехала. И когда я говорю, что Иисус говорит, что Бог открывает тебя, они говорят, у него поехала крыша, да, он с ума сошел. Почему? Они же тоже христиане были. Но христианство ихнее в тот момент, я уважаю, но это просто было историческое христианство. Иисус мертв, Он не открывается, Он не говорит больше. И каков опыт сегодня? Я хочу тебе сказать, твое христианство историческое или пророческое? Мое христианство, оно пророческое. Почему? Потому что Иисус жив, и Он открывается мне, Он говорит со мной, Он говорит со мной. Я склоняю колени мои, я взываю о крови Иисуса, и я чувствую Его присутствие. Я не вижу Его, но я чувствую, что Он присутствует в духе, рядом со мной. Ты у себя дома, у тебя какая-то трудность, какая-то проблема, печаль, скорбь какая-то, или болезнь какая-то. Может быть, какие-то материальные или социальные проблемы из-за моментов, в которых мы живем. И ты можешь прямо сейчас воззвать к Богу. Возви, воззови к Богу о силе крови. И этот Иисус, который здесь, который сейчас присутствует здесь и там, в доме твоем, в духе своем, Он услышит тебя. И ты скажи Ему, душа моя жаждет. И Он скажет тебе, я источник воды, живой. И так, у тебя есть жажда, у меня есть жажда. Я не знаю, чего моя душа жаждет. Я могу лекарства выпить, я могу к психиатру сходить. Это все на свои места. Мы никто не против профессионалов, врачей. Но тебе нужно прикосновение к душе твоей. И только Он может прикоснуться к твоей душе, потому что Он источник воды живой. И так, Слово Божье, Слово Иисуса, говорит в прошлом там, около двух тысяч лет назад. Слово Божье, оно живое. Оно проходит сквозь века, сквозь тысячелетия. И оно доходит до нас, в нашей жизни, в наши дни. Мы переживаем там, да, за ситуацию пандемии, то, что в мире происходит. Все на своих местах, да. Но голос из прошлого, он и сегодня повторяется. И Он сегодня тебе говорит. У тебя есть жажда? Есть у меня жажда. Душа моя жаждет. Я не знаю только чего. Иногда я что-то чувствую, что меня чего-то не хватает. Я помню одну женщину, вспоминаю. Она всегда приходила. Ко мне на работу иногда приходила. Ко мне в митинский кабинет мой. Она очень такая была из высшего общества, хорошо зашла замуж тоже. Они ни в чем не нуждают. Но однажды пришла ко мне и говорит, Амадею, моя жизнь не имеет смысла. У меня есть хороший муж, у меня деньги есть, но у меня пустота какая-то. Я же к врачам сходил. Я страдаю. У меня жизнь без смысла. Я не знаю, что это такое. И я ей сказал, душа твоя взывает о чем-то, о том, что только Иисус может дать. То, что в душе твоей, это жажда. Жажда. Жажда Бога Живого. Воды. Что за воды? Это благословение Духа Святого. Эта сестра пришла в церковь и обратилась к Богу. Уверовала. Мы живем под подобное время. Люди переживают о многих. Здравоохранение, да, врачи уже говорят недавно о большой проблеме, психологической, после этого момента, в котором мы сейчас живем. Это уже как бы происходит. Кризис, да, экзистенциалистский. Люди спрашивают себя, задают себе вопросы. Это нормальное явление, да? Вот этот кризис в 90-е годы был, да, экзистенциалистский, потому что люди задавали вопросы. Эти вопросы задели многих людей, знаменитых людей. Некоторые даже покончили жизнь самоубийства из-за этого. Знаменитые люди умерли. И вопрос всегда был один и тот же. Почему я пришел в этот мир? Откуда я пришел? Как я пришел в этот мир? Для чего я пришел? И куда я отправлюсь? Куда я пойду? Куда мне идти? Какой смысл в жизни? Это чисто вопросы экзистенциалистские. И сегодня то же самое, современное, один из самых важных синдромов, который во всем, что происходит сегодня. Потому что проблема у человека одна и та же. Синдром паники, да, вот этот страх, который приводит к депрессии, да, приходит к беспокойству. 21 век, это век синдрома паники. У человека где-то... У меня сосед почувствовал боли в животе, через два дня он умер. Ой, я точно такие же боли начал чувствовать. Почему? Потому что мир, он обращен только к вещам этой жизни, физическим, материальным. И дело творения, оно имеет свои границы, оно оканчивается. Я сказал в эти дни о одной группе. Бог дает нам урок, большой урок в этом процессе, во всем то, что происходит. Один элемент, маленький, меньше клеточки, молекула одна. Одна молекула. Может быть, ДНК или РНК, да? Это частичка молекулы. Ему нужна другая клетка, чтобы умножаться. Вот этот вот вирус, да, эта молекула, весь мир поставил перед собой на колени этот вирус. Всех научные умы поставило на колени. Экономически мощные страны поставило на колени. Первый мир, и второй мир, и третий мир, всех поставил. Те, у кого и войска есть, все на коленях. И все в страхе от одной молекулы. Что Бог хочет нам сказать этим? Научные сотрудники не знают, что делать. Бог дает нам знамение. Мы очень много говорили о науке и вере. Почему наука? Почему вера? Почему постоянно говорить? Послушайте. Я в работе Духа Святого. Это пророческая работа. Я уже видел это в течение всех этих годов. Дух Святой говорит нам что-то. И мы говорим это уже последние 2-3 года. Вся эта ситуация, в которой мир находится, она показывает одно. Дело творения. Дело творения очень слабое, хрупкое. Дело творения хрупкое, оно ограниченное. Она не выдерживает даже одной какой-то молекулы, одного какого-то вируса. Поэтому все ударение ставится на деле искупления. То, что Иисус завоевал для нас на кресте. Это должно стать частью нашей жизни. В этот момент, в котором мы живем, которое называется «Время вскоре». В этот момент Иисус говорит через Свой Святой Дух и мне, и тебе, и церкви, и нашим посетителям. У тебя есть жажда исторического Иисуса или символа, или истории каких-то. Нет, душа твоя жаждет Бога живого, который может войти в твою жизнь и стать частью твоей жизни, твоей семьи и преобразить весь дом, чтобы внутри тебя начался праздник. Потому что только Он, как Пророк сказал в прошлом, да, Царь говорил в книге Иисус, только Он может обнять душу твою, утешить душу твою. Я уже заканчиваю. Слово Иисуса повторяется сегодня для тебя, кто сейчас слушает, для меня, для всех нас, для тебя, кто сидит с проблемами, с болезнью, со страхами своими. Слово Божье говорит тебе, у тебя есть жажда. Скажи, потому что Дух Святой, Он здесь. Он хочет услышать это. Скажи, моя душа жаждет. Скажи, Господь, моя душа жаждет. И Он прикоснется к твоей душе. И душа твоя наполнится водой жизни, удалится жаждой, потому что Иисус – источник воды живой. Да благословит нас Господь. Я слышу такой голос нежный, как звук бегущей воды, который исходит от трона Господня, говоря с любовью, церковь. Церковь, вскоре я приду, и я утру всякую слезу вашу. Я слышу твой вопль. Я принимаю твою хвалу, твое прославление, как я люблю тебя. Ты любовь моя. Я одесную отца моего, ходатайствую о всех вас. И я хочу услышать, как Он скажет, вот пришло время в церкви взойти. Церковь, вскоре я вернусь, и я утру всякую слезу вашу. Я слышу твое воззвание. Я принимаю твое прославление, как любую я тебя. Ты моя любовь. Как же я люблю тебя. Ты любовь моя. Аминь. Слава Господу. Мы подходим к концу. Сейчас мы услышим некоторые пастырские послания к церкви, к братьям и сестрам. Давайте послушаем. Пастырское послание от Даютон Алмейда церкви в городе Нанюки, Минажирайс. Братья и сестры, скучаем, и мы о вами сильно, о богослужении, о братьях и сестрах, о детях, об инструментах, о собраниях, о богослужениях, об улыбках, о слезах. Для пастыра слышать нужды, братья и сестры, это честь. Мы скучаем по этому. Но это напомнило нам, насколько это важно быть внутри и цело. Это в это время пророческое. Вскоре мы возрадуемся. Псалом 120, в 20-й первый стих. Пастор Феррейра, церкви в Пиума и Спириту Санту, возлюбленным братьям и сестрам в церкви Акаяка и Новая Эсперанса, Пиума и Спириту Санту, мир Господа Иисуса, да умножится вам. Я говорю, мы вместе в молитвах, в одном общении и всегда в вашем воспоряжении для любой нужды вашей. Участвуйте в нуждах святых. Римлянам 12.13 с братскими объятиями. Пастор Феррейра. Сейчас мы закончим уже наше богослужение. Мы прославим Господа. Господь, мы благословляем имя Твое за Твое присутствие среди нас, содействие благодати, Твои силы среди народа. Господь, посети в это время каждый дом, каждую семью. Иногда кто-то в дороге, может быть, сейчас находится и в другом месте, но служит. У них какие-то нужды в душе. Господь, прикоснись с Твоей благодатью, наполни, трансформировать эту жизнь от крови живого Иисуса каждому сердцу. Мы молимся во имя Иисуса. Чудная благодать Иисуса Христа, Господа, любовь Бога Отца и общение и утешение Святого Духа Божия добудется всей церкви сегодня и вовеки. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok